Ну, подходим, еще гости, еще минуту. Спасибо. 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 Мы устраивали презентацию Атласа Ремезова, чертежной книги «Сибирь». Кстати, она сегодня здесь выставлена в подлинник. Я помню, я часто рассказываю людям, как эта презентация проходила в нашем издании. Библиотека тогда из своих фондов вынесла этот памятник в витрине с охранником. И пришло около двух десятков специалистов, картографов, географов, которые просто пришли, чтобы прикоснуться взглядом к этому уникальному памятнику. Ну и дальше мы реализовали ряд еще... Да, и я хочу сказать, что вы тоже можете на этой выставке не только прикоснуться взглядом, но, может быть, и прикоснуться тактильно к этому уникальному памятнику Семена Леонидовича Ремезова, первых карт Сибири. Ну и дальше мы еще ряд проектов с библиотекой реализовали совместно. Ну и последнее наше все-таки большое достижение совместно – это Ивана Лефедора Михайловича Достоевского. Можно сказать, что уже полтора года назад мы в этом зале его презентовали. Вот он тоже, это наше издание здесь на этой выставке предоставлено. Значит, мы подготовили каталог изданий в этой выставке. Ну это, конечно, мы их назвали уникальные издания. Но наши читатели, наши даже и библиотекари, и библиотеки говорят, что почти в основном книги фонда уникальны. И, конечно, можно было бы каталог этот расширить, но мы, может быть, поскромничали. Каталог несли не все наши такие книжные шедевры, без ложной скромности сказать. Но еще добавили на этой выставке последние дары фонда, библиотеки. И вот даже сегодня просто наша типография со станка, как говорится. Еще одно издание мы показываем. Это пополнение серии «Библиотека Львана Хатопольска. Вся Сибирь». Значит, проза Бухгалтера Тарковского. Хочу еще раз вас поблагодарить за сотрудничество. Но вы знаете, что мы не остановимся на достигнутом. Будем продолжать наше общее дело. Те уникальные рукописи, которые пройдутся у вас, которые связаны с историей Сибири, мы будем продолжать вместе с вами водитель научной обороны. Я вас хочу наградить таким благодарственным посланием, значит, вы видите, красивая очень папка. Значит, Василий Евгеньевич Валериус, замечательный художник, и он здесь сидит рядом с нами. Значит, он автор многих наших книжных шедевров. Ну и вот такую папку еще, значит, подготовил к нашему сегодня юбилейному вечеру. Я вас поблагодарю. Спасибо. Дорогой Аркангель Горьевич, уважаемые гости. Дорогой Аркангель Горьевич, я хочу сказать, что это тогда, как вы понимаете, добрый сказать эти слова, это не персональная мне награда, но это и в той же библиотеке, в которой, включая арте-брукты, которые действительно с огромным удовольствием подручают годом возрождения Дорога. Аркадий Горьевич, переходя, значит, собственно говоря, я вам вручаю официальный адрес приветствия российской государственной премьер-брукты вашему фонду возрождения Тоборска, который преследует диверсии, защитить наше глубокое уважение и почтение в отношении к вашему фонду и выразить надежку, что когда ваш фонд будет отвечать в студенции, а наши премьер-брукты будут приближаться и, как сегодня чертежная книга Ремезова, будет показан адрес, который будет говорить о вашей данной премьер-брукты. Спасибо. Хотя я с вами, как я сказал, я не хочу сказать, что полторы минуты не больше, но я не знаю, что я все-таки эти полторы минуты использую. Хотя мы не действительно часто заявляем наш скромный титр «Главная библиотека России», я хочу вам сказать, что сотрудничество с фондом возрождения Тоборска для нас большая честь. Потому что сколько у нас по России разборствовало городов со славной, крепкой историей, и многие люди ведут такую работу. Но я хочу сказать, что если бы было какое-то соревнование среди подобного рода общества, то, что сделал этот фонд, это действительно очень здорово, очень много, и заслужит всяческого уважения. Но сколько бы велики дела, как и проекты, осуществляемые, и как бы они велики, а их огромные не были, ни один проект не осуществляется. Я от всей души хочу сказать слова благодарности и искренней нашей признательности вам, Аркадий Григорьевич, всем вашим коллегам, с тем, с кем вы вместе творите этот проект. И чуть-чуть, не перефразируя, а украду цитату у поэта, что до тех пор, пока у нас есть такие люди в России, и будет наша страна жить и развиваться с правильным. Спасибо. Значит, сейчас я предоставлю слово помощнику председателя Российского исторического общества Магилевскому Константину Ильичу. Пожалуйста, Константин Ильич. Спасибо. Уважаемые коллеги, я исполнительный директор Фонда Истории Отечества. Фонд Истории Отечества действительно по инициативе Российского исторического общества, созданным президентом России, уже почти три года назад. И я хотел бы приветствовать вас, вспомнить, как мы познакомились с Артемием Григорьевичем. Это был, если не ошибаюсь, 13-й год. И был визит, когда председатель Государственной Думы в Семенскую область. Мы проводили встречу с историей Магиловской. И именно тогда запустился вот этот большой проект, который теперь все знают, проект оценировки картотеки потерь в Первой мировой войне. Картотека, которая фактически возвращенная в общественную, научный оборот, возвратила память людям о той войне. Это началось как раз в Добольске. С этого началась история нашего знакомства. Я хотел бы сказать, но я выскажу свое мнение, справиться мы и согласиться. Но мне кажется, что таких людей, как Аркадий Григорьевич и его коллеги, которые организуют пространство вокруг себя, действия эффективно и в экономике, и в культуре, и в книжном деле, вот на таких людях России держится. И я хочу выполнить поручение председателя Российского исторического общества, председателя Совета фонда истории Афеции Сергеевича Нарышенко, и улучшить, как следует вам, грамоту Российского исторического общества за значительный вклад в изучение и популяризацию истории России. Спасибо. Да, когда председатель Государственной думы, Нарышкин, Евгений Евгеньевич был в Добольске, у нас действительно было под 40 градусов, и, похоже, ему понравилось. Я тогда напомнил на заседании, что пословица есть такая в Сибири. Сибирский холод, всякий молот. Да, значит, ну, я хотел бы несколько слов сказать о наших попечителях, потому что все эти программы, наши книжные, да и другие, все просветительские проекты фонда, это, конечно, с помощью помощников, кто нам помогает их финансировать, и есть попечительственный совет. И я бы хотел вспомнить, сегодня, к сожалению, не смог прийти, Евгений Евгений Осипов, наш замечательный кабеляк. Значит, в 90-е годы, 25 лет тому назад, именно он, значит, мощно поддержал, еще только что, как бы, вступивший в должность огромную работу за себя взвалив, президента Российской Академии наук, он согласился стать представителем Катечистского совета нашего фонда. И я ему уже говорил, вот на последней встрече, у нас был круглый стол, что Юрий Сергеевич, конечно, взял на себя такую ответственность, потому что, ну, он мало знал меня, значит, а в то время владелись такие общественные всякие организации, будущее фонды, под крышами которых творились всякие безобразия, там, с балетами и водкой торговали, и чем-то такими занимались. Вот, ну, вот Юрий Сергеевич в то время, значит, такую крепкую руку или плечо поставил нам, и благодаря ему многие годы мы успешно, как бы, шли вперед. Но в последнее время, вот после 2014 года политический совет фонда возглавил не менее замечательный наш суперяк Юрий Константинович Шафраник. Сегодня, к сожалению, он не мог опять же присутствовать. Было три часа совещания, у министра иностранных дел принесли на четыре, и он мне сейчас позвонил, что, скорее всего, уже не сможет и приехать. Вот, ну, у нас есть еще ряд членов политического совета здесь, и вот Крюков Валерий Анатольевич, значит, один из членов. Мы с ним будем вместе дальше получать благодарственные письма. Значит, он член-корреспондент Российской Академии наук, директор Института экономики, в общем, вот тоже заслуженный человек и наш большой помощник в политическом совете. Пару слов. Да, буквально пару слов. Слова особой благодарности Аркадию Григорьевичу, соратникам, единомышленникам, всем тем, кто поддерживал, поддерживает и будет поддерживать деятельность фонда. Я директор Института экономики организации промышленного производства Сибирского отделения РАН. Сибирское отделение всегда поддерживало, поддерживает и будет поддерживать то, что делает фонд. Я хочу сказать, что это все представляет интерес не только в историческом контексте. Россия опять двинулась на восток, и поэтому осмысление и применение того колоссального опыта, который накоплен нашими предшественниками, имеет колоссальное практическое значение. И этому свидетельствует Четырехдомник по Северному морскому пути. Поэтому дела фонда, они приумножаются значимостью практической для современной России. Огромное спасибо и многое лето фонду. Спасибо. Я еще хочу учить близкому другу нашего фонда, Виктору Федоровичу Молчанову, руководителю отдела научных рукописей Российской государственной библиотеки, это отдел, который хранит 600 или 700 тысяч славянских рукописей. Самое крупное забрание в МИ, РЕ, и все рукописи практически наших писателей и классиков, поэту и литератору. И мы с Виктором Федоровичем уже не один проект реализовали. Поэтому, Виктор Федорович, вам от нас благодарствую наше послание. И вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Работает механическая, мы там обещатели. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ